Добрый день, мои дорогие девочки! Сегодня мы приступаем к пошиву платья с интересным рукавом. Платье похожего на моё терракотовое, которое всем понравилось и почему мы решили шить повторить. Я редко повторяюсь, но это платье того стоит. Значит, из какого журнала мы будем шить эту модель? У нас перебои со светом, не пугайтесь. А перебои, потому что жарко и кондиционеры у всех работают. Вот смотрите, вот эта вот модель из этого журнала. Журнал 9 номер 2011 года. Я посмотрю, если есть набор, доставил ссылку, оставлю. И вот эта вот модель. Девочки, ну постарайтесь найти эту выкройку. Значит так, когда я показала это своё платье, были такие комментарии, что Ирина, как вы из этого безобразия сделали такое элегантное платье? Вот в чём здесь дело. Имелось в виду картинки в журнале. Картинки в журнале, да, не очень вдохновляют, но я обычно на них не смотрю. Я смотрю на технический рисунок и я понимаю, что это будет красивое платье. В чём проблема? Почему в журнале не так выигрышно смотрится, как на моём платье? Потому что там модель из крепа, девочки. А креп имеет не обыкновение такое, вернее обыкновение опадать. И смысл кроя теряется. Там вся красота эта рукава в том, что немножечко держит форму и он такой вот, знаете, такой вот здесь вот расширенный. Ну, вы сами видели, какой. Короче, красивый. Значит, поэтому ткань нужна, которая немножко хотя бы держит форму. В нашем случае это будет лён. Лён, вот мой лён. Лён, мой лён. Значит, от какого цвета? Он такой приятный, беш с розовинкой. Почему я выбрала такой цвет? Потому что я хочу это платье шить для отдыха, я его немножко хочу шить как бы в народном стиле. Каким образом мы это сделаем? Я буду показывать. Ваше право делать, как я, с такой вот отделкой не делать. Но само по себе платье, оно в пирмир добрые люди, оно элегантное, там нет никаких лишних деталей. В общем, сам силуэт платья без рукавов очень лаконичный. Карманы есть, кстати, для удобства и вообще для того, чтобы красиво сфотографироваться. Вот. А мы будем делать немножко в народном стиле. То есть, ваше право, повторяйте за нами, не повторяйте. Но отстрачивать его придется, в этом есть смысл. Обязателен здесь вот этот шов по центру полочки. Это и стройнит любую фигуру. Это будет даст возможность нам еще сделать одну дополнительную декоративную строчку. И для застежки здесь удобно. Значит так. У нас слен, у вас может быть поплин. Изначально мы собирались это платье шить белое. Я хотела давно на отдых белое платье. Но мы так вот подумали, что, возможно, из-за вот этой сборочки по вырезу, белое будет немножко похоже на ночную рубашку. Это пока разглядишь, что там интересный рукав, а так на первый взгляд похоже на ночнушку. Поэтому мы решили от этой идеи отказаться, хотя я не до конца отказалась от этой идеи. То есть, я хочу сказать, что вы можете шить это платье из поплина, потому что поплин тоже держит форму. Ну и смесовые любые ткани, но не шейте из такой ткани, которая будет падать. Смысл этого рукава сразу пропадет. Так, ну что, девочки, в общем-то здесь ничего сложного нет. Новички можете смело приниматься. Никаких особенных здесь корректировок не надо. Потому что, ну я шила, по-моему, я уже не помню. По-моему, я как обычно себе шила без приверки, девочки. Некогда. Вот я увидела, я интуитивно чувствую, что будет хорошо. Времени для себя, как всегда, в обрез. Я даже не примеряла, и платье это стало любимым. Вот. Единственное, я бы сделала чуть его длиннее уже. Вот. Ну и остальное тут ничего. А, еще, девочки, было бы очень красиво. Красиво. Очень красиво было бы. Тоже так же, как и они сделали отделку. Вот. Было бы красиво. Я вообще думала белой с голубым сделать. Видите, вот эта вот часть рукава, она контрастная. Это тоже будет красиво. Это платье, кстати, будет красиво из тонкого джинса еще сшить. От строчки эти все сделать. В общем, сейчас будем приступать. Сколько у нас ткани? Ткани у нас, у нас ткани, по-моему, два метра. После декотировки, после декотировки здесь ткани сейчас, чтобы не ошибиться, я всегда забываю об этом. О, я думаю, что здесь уже осталось где-то метр девяносто. Сейчас мы уточним этот момент. Вот. Две длины – это много для него. Длина платья и длина рукава. Ну, девочки, здесь метр девяносто шесть. В общем-то, не на много село. На четыре сантиметра. Ну, возможно, тут было чуть больше. Это моя поставщица всегда с хвостиком отмеряет. То есть, два метра у нас ткани. Будете вместе с нами наблюдать, на что хватило. Может быть, еще что-то останется. Мы будем его красиво отстрачивать. Будем применять декоративную строчку, скорее всего. И еще, что важно, мы на этом платье покажем, как сделать красиво, как это называется? Роспись. Роспись по ткани. Специальными красками. Трафарет у нас есть. Трафарет, краски. Девочки, я расскажу, где я взяла этот трафарет. Совершенно случайно в магазине «Леруа Мерлен». Вот глаз зацепил этот трафарет. Надо было показать, девочки. Там листок. В дальнейшем вы увидите. Там очень много для строительных нужд каких-то трафаретов. В «Леонардо» много трафаретов. А «Леонардо» трафаретов. То есть, ну, мне понравился именно вот цветок, листок похож, чем-то похож на «Монстеру». Вот. Значит, трафареты любые. Вы можете из интернета скачать любой рисунок. В общем, Аня, какие краски мы вам конкретно скажем. И как это все делается, все сделаем у вас на глазах. Будет у вас возможность декорировать свои изделия таким образом. Ну, все, девочки. Времени у нас не так много, как обычно. Только выходные. Поэтому мы торопимся вам показать, как это сделать. У меня тайная надежда, что завтра я после обеда уже смогу это платье выгулить в гости. Девочки, прежде всего, продекотировали ткань. Это «Леон». Тщательно продекотировали, стирать. Я его не рекомендую, потому что очень потом сложно его разгладить. Замочили, может быть. Аккуратненько потом разложили, высушили. Вот. Но я декотировала тщательно паром. Теперь по ниточке срезаю кромку. Причем срезаю, девочки, видите, с хорошим запасом. Потому что здесь у нас будет передняя полочка, чтобы прокрасов не оказалось. на краю. Поэтому вот таким образом я срезаю. Видите? Где-то плюс еще сантиметр от кромки. И вам тоже советую так же сделать. Так, девочки. Краим 38 размер. Он мне чуть широковат в бедрах. Но я так считаю, что это нормально. Тем более для моего возраста. То есть он будет свободный. Ничего уже на свободу я не добавляю. Вот как есть это выкройка. Теперь еще один важный момент. Что касается длины изделия. Вот здесь написано. Значит, длина от талии 58 сантиметров. То есть для меня это коротковато. У меня комфортная длина 63 сантиметра. Плюс 4 сантиметра. Подгибка 67. То есть 67 минус 58. Мы добавляем 9 сантиметров к тому, что у нас есть. Ну, то есть давайте 10. Значит, добавляем к нашей выкройке 10 сантиметров. Это уже с припуском на подгибку. Вот. Все запомнили, да? Не забываем об этом. Ну, вот передняя полочка. Сейчас я ее выкрою. Ничего здесь я менять не буду. За исключением того, что добавлю длины. Так, девочки. Выкрыла я переднюю полочку. Спинку. Добавила я все-таки не 10. А вспомнила, что мне не 16. Добавила еще пару сантиметров в длине. Так, что больше никаких корректировок. Даже пройму оставляю, потому что свободная. Пусть будет заниженная пройма для реглана. А это, в общем-то, реглан. Это хорошо. Что еще хотела сказать. Там рекомендуется ткань. Можно с эластаном, можно без. Но все-таки с эластаном лучше. Знаете, почему? Потому что, когда мы будем делать... Вот здесь вот надо подогнуть, чтобы туда кулиску сделать. Все-таки лучше, когда она будет вот так тянуться. Видите, как наша с эластаном. Это вот просто аккуратнее будет эта часть. То есть, если есть выбор, покупайте с эластаном. Если нет выбора, то мы все-таки постараемся сделать так, чтобы даже без эластана красиво там сидела. Все. Значит, отмечаем вход в карман. Вот они, надсечки. Отмечаем талию. То же самое здесь. Вход в карман, талию. Припуск на шов у меня около двух сантиметров. Потому что я все буду обрабатывать оверлаком. Прямо по контуру. Все полностью. И полочку, и спинку. Сейчас вот сделаю оверлок по круговому. Так. Ну и сейчас приступим к крою рукава. И так точно. Я надеюсь, что здесь все понятно, девочки. Вот он. Выкройка, как она есть. И плюс для длины добавили 12 сантиметров. Надсечки сделали тут шов. А, здесь шов будет шире, чем обычно. Потому что я хочу дважды прострочить. Не один раз сделать отстрочку по центру, а дважды. Поэтому здесь будет чуть шире припуск на шов, чем обычно. Девочки, какая нужна здесь корректировка с учетом моего роста и того, что у меня руки худые для моего размера. Я не буду добавлять припусков на шов. Ни по бокам, ни вот по сторонам по этим. Да, то есть в длину не буду добавлять припуска на шов. И в ширину не буду добавлять. То же самое вот здесь в рукаве, во всех этих деталях. Потом, как ориентироваться? Обратите внимание, вот эта долевая, она должна вылиться в одну сплошную. То есть мы здесь будем делать надсечки, чтобы потом они совмещать друг с дружкой. Так, значит вы поняли. Да, я не добавляю. Мало того, я вот здесь в верхней части рукава убрала два сантиметра для того, чтобы гармонизировать полностью рукав. Вот этот шов будет выше, это не будет мне укорачивать руки. То есть в силу моего роста, вот здесь корректировка, вот здесь убираю я два сантиметра. А здесь я просто не добавляю на припуски на шов. И то же самое в ширину не добавляю. Вот как есть вот эта деталь. Сейчас я у вас на глазах ее вырежу. Видите, нет припуска на шов. И делаю надсечку вот здесь, чтобы потом совмещать их с этими надсечками. И будет из трех частей один единый рукав. Интересный. Так, ну что еще? Вот остается здесь у меня для карманок. То есть получается, что мой отрез метр девяносто с лишним хватило полностью от и до на все мое платье, которое было длиннее, чем в выкройке на двенадцать сантиметров. То есть смело берите два метра и вам хватит на это платье даже чуть длиннее, чем в журнале. Вот так выглядит крой рукава. Верхняя часть, следом идет вот эта часть и внизу вот эта вот часть. То есть вот они надсечки, девочки. Они все должны слиться в одну общую линию. То есть вот эту надсечку совмещаем в верхнюю и нижнюю точку надсечек. Обязательно намечаем. То есть продлеваем вот так вот. Так, вот девочки надсечки сделали. То есть вот мы их будем совмещать и там будет ясно. Будем ориентироваться по передней половинке рукава. Совместим и будет ясно, где здесь передняя часть, где здесь задняя часть. Я имею ввиду вот в этих фантазийных фрагментах рукава. Так, и две карманки. Одна шире, другая чуть уже. Я их чертила от руки. Ну, а вы делаете, как вам нравится. Круглые или вот такие заостренные. Все, сейчас мы будем приступать уже к пошиву. Девочки, из-за моего роста мне всегда, поскольку эта выкройка дана для среднего роста, для моего роста я всегда поднимаю уровень кармана. То есть вот где-то на два сантиметра выше, чем здесь намечено. То есть вот сюда сейчас мы будем пришивать карманку та, которая поуже. Так? Это вот передняя половина полочка. Видите? Поэтому вот сразу же надсечки-то у нас остались те, которые в выкройке. А мы карман будем пришивать не вот так вот совмещая, а на два сантиметра выше. Вот таким образом я подниму уровень кармана. Так. ХАЛЬНОН Субтитры подогнал «Симон»!